Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мой доклад называется «Следы поля напряжения северо-восточного максимального сжатия в центральной части Кольского полуострова». И доклад у меня такой узко-тектонно-физический, поэтому немного сложный. В основе этого доклада лежит анализ плоскостей, на которых будут замечены два зеркала скольжения. То есть на одной плоскости мы, например, видим следы сдвига двуразовой полосочки и следы взбросового нарушения. Это вот желтые полоски. Мы снимаем показания азимута и углопадения и какое-то смещение. И потом делаем построение на верхней полусфере, то есть вот эта плоскость у нас. То есть вот та плоскость зеркала скольжения, она выглядит вот так. К ней строится перпендикуляр на верхнюю полусферу и ставится значок, какое смещение, например, взброс или сдвиг. И такая черточка значит, что эти два зеркала скольжения на одной плоскости. Вот эти точки наблюдения, все точки наблюдения, где были замечены такие двойные зеркала скольжения. Вот. И вот со всех этих точек они были объединены на одну диаграмму. Вот. И вот условное обозначение. И вот получается вот эти все двойные зеркала скольжения. И вот черточками покажут, что они вот два зеркала скольжения одной плоскости. И сразу мы можем заметить, что взбросовые зеркала скольжения и взбросовые находятся в одной области. Вот. И отсюда было сделано предположение, что здесь два поля напряжения действовало. То есть вот эти сбросы образовались при северо-восточном, при северо-западном сжатии. Вот. А вот эти сбросы, вот эти вот, при северо-восточном сжатии. Вот. В связи с этим были вот такое сначала разделение сделано на две диаграммы. На диаграмме А вынесены зеркала скольжения, которые, про которые есть, как бы, сведения о том, что они древнее, чем вот на диаграмме Б. То есть это, например, штриховка более слабая, еле заметная. И какие-нибудь другие соотношения. Вот. На диаграмме Б вот все остальные. И дальше было сделано уже разделение на основе того, что вот здесь северо-восточное сжатие действует, более младое, и вот здесь северо-западное – это более древнее. Вот из этих двух диаграмм получаются три диаграммы. Диаграмма В – это древнее зеркало скольжения. То есть, например, вот эти вот сбросы, они попадают под растяжение северо-восточное. Сбросы вот эти, они под древнее северо-западное сжатие. И вот сдвиги, например, номер 13 – это они более молодые. Вот эти вот. И как раз вот тут, например, два зеркала скольжения на одной плоскости, один более молодой сдвиг получается, и вот сброс. Вот на диаграмме D вынесены зеркала скольжения, которые не попадают ни под это поле напряжения, ни под это. То есть это, видимо, еще какое-то еще более древнее. Вот стоит обратить внимание на сброс вот этот вот и левый сдвиг вот под номером 15. В одной из точек наблюдения нами была замечена вот такая вот структура. Вот левый сдвиг, который в желтом там был написан, это вот в желтой стрелке плоскость его. И вот эта единая плоскость была как бы разбита трещиной, на которой были следы сбросового смещения. То есть очевидно, что это одна плоскость сначала образовалась, по которой было смещение, и потом уже она была разбита более молодым сбросовым смещением. Вот это вот и как раз сброс, вот этот сброс, вот он попадает в зону растяжения юго-северо-запад, юго-восток. Вот, а левый сдвиг, он очень древний, то есть древнее даже, чем это. Но факт, что вот это, он более молодой. И еще западнее острово Экостров, есть вот такая структура. Вот она была многим исследованиям уже изучена. Там найдены следы палеотрясений молодых, где-то 7 тысяч лет назад. То есть это активная такая структура. Вот, и разными методами тоже определено, что это правый сдвиг. По нему приходит смещение по правому сдвигу. Вот, и такое смещение может происходить... Вот, такое смещение может происходить только тогда, когда 8 главного напряжения будут ориентированы в северо-восточном направлении. То есть получается тоже структура молодая и северо-восточное сжатие. Вот, также все такие двойные зеркало скольжения были проанализированы методом катаклластического анализа. Это уже автоматически загружается в программу и рассчитывается в главные оси напряжения. Вот, то есть без каких-либо разделений. И получено 3 диаграммы. То есть здесь как бы программа считает по этапам, то есть она на возраст не разделяет. Она просто считает максимально сначала количество, которое подходит, например, под северо-западное. Получилось так. Вот, и потом те зеркала, которые остались, она считает следующие этапы и так далее. Вот, и программа выделила 3 этапа деформации. То есть это северо-восточное сжатие, вот ось красная – это нос напряжения. Северо-восточное сжатие и вот третье – это субмердиональное сжатие. Вот, таким образом. Вот, таким образом, в центральной части Кольского полуострова зафиксированы следы двух региональных полей напряжения – северо-восточного сжатия и северо-западного сжатия. Вот, есть основания утверждать, что поле напряжения северо-восточного сжатия моложе относительно поле напряжения северо-западного сжатия, на что указывает ряд тектонических структур и парогенезов. Спасибо за внимание.